на связи short fm и идущий на профит привет у тебя привет друзья дамы и господа рад вас всех видеть лайки подписочки колокольчики нажимаем 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 начинаем 5 0 9 сегодня ну что шалунишки лангу им втихаря достаем свои ланги в угол потому что сейчас мы будем смотреть как нам стать богатыми играя на понижение видите что творится на рынке что это такое ох ю это же дефолт это крах капитализма ладно давайте серьезно чё нас по битку смотреть ну во первых тучи сгущаются об этом ну я постоянно горючий чё уж фонд биты как мы посчитали на выходных если суммировать все их контракты зарезервированные и вычесть из таблички управления там еще получится минус 400 контрактов ну скорее всего они просто сократили свои позиции то есть они закоротили на 500 и еще битовский сократили свои на 400 да и скорее всего там ноль ну или около может 0 10 50 они вообще 0 то редко доставляют ну где-то 50 контрактов long а тут нас 1410 вычитаем бить и там короче сейчас долго лезть 910 или 250 контрактов но суть в том что там где-то 450 500 контрактов short и около 50 в лонг будем считать вообще около нуля ну неважно перевес огромный тучи сгущается институт аналог готовится даже с честной визуальности как дурачок взять и прочитать этим управляющих просто минус 500 и плюс 266 так это раз два ставки финансирую нас тут вообще аль сезона битме но еще фильм 02 нормально sol 01 xrp 0505 а до 07 dot ну короче нормально все сезон начался скоро будет отдыха bull run x и неизбежным по битку конечно с одной стороны зажимной скам да по идее надо брать long насильно хочется не хочется но есть такая проблемка есть такая проблемка вся эта вот ну штука напоминает мне конечно хотите верьте хотите нет может формы и недостаточно похоже но не знаю как это прямо сейчас покажу вам откуда будет удар по беларуси так где у нас тут вот вот такой вот ну то есть не знаю ну прям прям может я просто хочу себе накрутить хочется чтобы все это скаманулась раз и навсегда ну перехай ну локальный так скажем приход он тоже после такой микро бычки все откатилась у нас тоже после микро бычки все откатилась потом единственно тут форма более вытянутая так ступенька 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 ложный перехай полились ну тут также можно ступенька Ступенька, ступенька, ложный перехай, вылились. Ну и плюс, тут тоже такой интересный зажимчик. Жим-жимчик. Ну и тут, кстати, он тоже зажим был, было видно. Тут вот зажим. Тут тоже, ну, относительный зажим. Но самый прикол, что вот здесь он дал, ну, вниз, так скажем. Будет ли здесь такое? Не знаю. Ну, то есть, тоже хотелось бы увидеть сейчас укрепление в начале недели, тем более понедельник, вторник. Ну, понедельник растем, вторник укрепляемся, да, а уже к пятнице нас сливают. Ну вот, почему бы нет? Ну, почему бы нет? Если будем нааккумулироваться, конечно, больше вероятность, что, ну, даже посильнее укрепимся, чем ожидаемо. Вот, поэтому ShortFM такой-то уже, уже с рубрикой Hedge Long. Ну, глобальный Short держу, че, я не, у меня сильно выше набрано, я его буду джать до последнего, даже если будем укрепляться. Скорее всего, доливаться уже не буду, потому что, ну, непонятно, до куда укрепление будет. А так, конечно, туча сгущается, баки не могут, медведи не хотят. Наверное, воду лить излишне, просто ждать, ждать и еще раз ждать. Вот. Так, давайте почитаем быстренько комментарии. Снимаю второй раз. Падло, не туда нажал, просто иногда у меня на программульке вместо паузы нажимаю стоп и пипец. Так, благодарю за жизненный обзор, спасибо. Привет, спасибо. Посмотри, лайткоин. Лайткоин я уже посмотрел. И тебе сейчас просто выдам краткую аналитику. Конечно, не хочется мне альты смотреть, но так как рынок дохлый, можно и их уже поглядывать. Короче, локально здесь я ничего не вижу. Да, глобально. Сейчас я тебе покажу, откуда будет готовиться удар по альткоину. Глобально. Зажимуха тут, ну очевидно. Да? Вот. Но есть такой прикол, когда мы вот после такого движения идем очень сильно, часто бывает это рестарт. Короче, суть в том, что мы можем прийти сейчас, ну вот как раз таки со всем рынком вписывается в эту же логику, укрепиться, потому что, ну, по нормам зажимного скама приходим куда-то вот сюда. Да? И отсюда продолжить оверскам. Такое очень похоже на, на-на-на-на-на-на эфириуме, по-моему, да? Где тут эфириум? Эфириум. Где там? Падла. Кстати, по эфириуму тоже там укрепление может быть. Локально. Сейчас покажу. Сначала на альтке. Короче, вот такая вот фаза, эфириуме. И очень похоже вот эта фаза на вот эту. То есть, какое-то сейчас укрепление может быть. И потом дальше разгон внутри диапазона, пока не нащупаем дно. Может, может. Тем более альты, они вели на медвежки именно, именно так вели себя. Когда биткоин там скоманулся, делал дно, ну вот падение 6000 на 3. он вышел, альты многие продолжали там, ну какой-то маленький выход дали. Потом они пошли что-то на перескам, на перелой, да? И только потом они что-то начали понемножечку выкарабкиваться. И у них лой, у многих, кстати, был, вот у битка как было, с шести упали, да, потом укрепились, потом сделали там формально среднесрочное АТХ. Это все в ковид со скамеле. И как раз таки лой у многих альтов был не вот здесь вот, ну если к битку считать, а вот здесь вот. Поэтому те, кто на дне покупал альты, надеясь там проинвестировать и хорошо стать, обогатиться, стать богатым, успешным, купить шевле комаром, вот. Они, ну, прикурили вот здесь вот немножко, потому что биток вырос, альты, ну, они поросли, там дали некоторые помпуха, особенно BNB себя очень хорошо на медвежке чувствовал. Но как раз таки у многих альтов, которые показали себя уже там через два года, в 2020-2021, они, у них был лой вот здесь вот поставлен. То есть кто-то просидел там полгода или сколько там, зря. Ну, купив охапку альтов и плов туды, нет, охапку альтов и плов готов. Вот. А по эфириуму, кстати, локально, если посмотреть, фрактал, а где фрактал? Ладно, сейчас, наверное, надо вот так вот сделать, нажать на эфириум. Пам-пам. А, не в 4 часа переходим. Ну, какое-то укрепление тоже и на эфириуме хочется, если вот так вот чисто фрактально смотреть, да, какой-то замесик сейчас, потом раз укрепление, никто не ожидает, и потом уже продолжение тренда, опять будут мусоль, ну, не знаю, это чисто по фракталу смотреть. А так, да, тут как бы дневка, гиб. Ну, тут как бы, смотрите, во-первых, на дневке гиб, на дневке гиб, он прям хороший, достойный, красивый, симпатичный, да, то есть левое плечо, сейчас было правое плечо, мы, кстати, можем еще поболтаться здесь у правого плеча. Вот. Но тем же временем часовик открываем, часовик открываем, и тут локальный гиб уже. Дневной всегда надо ставить выше, чем там локальный, четырехчасовой или среднесрочный, именно здесь, вот здесь, правое плечо, и как бы не устроили здесь, вот здесь вот будет, возможно, провокация, да, будут отвозить, просто на правое плечо сначала отвезут, потом здесь вот снимут стопы, а потом уже и захай. А могут и, ну, я, конечно, сценарий меньше ставлю, потому что все-таки, все-таки, дневной считается более. Опять же, тут на пробое плеча надо будет смотреть объемы, как это подобает гипу. А здесь, если все-таки пойдет, тоже надо смотреть на тесте, какие будут объемы, как они будут расти, причем, ни на одной бирже надо смотреть. Вот. Вот так, спасибо за видео, эфир зашартил на фьючах или на споте? А как на споте зашартить? Стук, крус-моржо, что ли? Не знаю, я на фьючах, очевидно. Так, нормально угарнул в моменте GLMI Air, я уж не помню, что там я говорил. Приветствую, посмотри, посмотри, Lung Bust, какой прогноз? Прогнозов нет, это все равно, что вкладывается в МММ-2011. Ну, типа, ну, там уже все красные флажки, е-мое. Don Kwon, этот, фидер-машинник, как его зовут? Justin Sun, это вообще комбо уже, и алгоритмический, стейбл. Все, забудьте про эту луну, спросите всех, как поживают люди, которые откупали там по 10, по 5 долларов луну, да, и вот этот вот парадокс, кстати, вот есть два парадокса в крипте, чем ниже падает, тем больше желания купить, то есть актив, который упал там с 1000 на 5 долларов, его больше хотят купить, чем актив, который вырос долларом до 2 долларов, ну, то есть в два раза, потому что он уже вырос, смысл его брать? А вот то, что стоило дорого, сейчас дешево, ну, это вот парадокс, это парадокс человеческого мышления. Еще один парадокс, это чем больше убыток, тем меньше желание его фиксировать, то есть если у тебя убыток 10 долларов, ну, не страшно зафиксировать его, что такое, минус 10 долларов, а когда у тебя минус 1000, минус 2000 долларов, как же так же? Я сейчас, что, профукаю на ровном месте двундель, трендель, ну, вот это парадокс. И, ну, про луну, все, забудьте, это ММ, это МММ 2011, типа не получилось, не фартанол, но сейчас зайдем по второму разу, первыми выскочим, тыры-пыры, все получится. Ребят, не в те игры играйте, достаешь минигана, говоришь, ну что, лангисты, я вас слышу, теперь вставайте к стене, ну, типа того, когда Артемон станет главным кибер-крипто-блогером, буду называть себя Олдом по праву, да вряд ли, потому что, чтобы быть супер-кибер-крипто-блогером, надо либо орать в камеру, как ММ-крипт, кстати, очень много парадистов, реально, ну, блин, делают одни и те же превьюхи, ММ-крипт хотя бы, ну, это первым начал делать, а сейчас там все эти рожи вставляют, просто, Господи Иисусе, вот, вот, либо надо орать в камеру, либо, надо, как этот, аспирин, писать про превентивный удар побольше, кстати, как у него там, аспиринт, я что-то отписался, не читаю, не смотрю, там, конечно, жесть началась, так что, вряд ли, мне светит там, супер каким-то, инфленсером быть, я за андеграуд, хотя я пока не решила, андеграуд или продажный гандон, пока решаю, ну, кстати, пока подписоту, ни разу не соскамил, предлагают очень много вариантов, рекламируют всякие токены, хуйокины, реально такую дичь вообще, как это вообще, я смотрю, ну, короче, одни и те же рекламульки предлагают вообще всем, вообще всем, ну там, топ инфлюенсерам, они накручиваются, я, кстати, подписоту, эти инфлюенсеры, чувак мне писал, где-то полгода назад, рассказывал эту историю, пишет чувак, типа, давай прорекламирую мой канал, я такой думаю, ну, вроде низкомуху предлагает, а свой канал, а я захожу к нему, на канал, а у него там, что-то тысячи просмотров, хотя при этом, подписчиков, что-то там, тысячи сорок, пятьдесят, да, и, уже внутри видео, он рекламирует свои скамухи, видно, что крученые подписчики, у меня, вон, с моими, сколько там, меня сейчас набирают, полторы, две тысячи просмотров, активность куда больше, чем у него, там, с пятидесяти тысячами, ну, не пятьдесят, там, что-то сорок было, там реально, откровенность скам, реклама откровенных скамов, но сейчас, кстати, инновационные эти, мошенники, они прям просто напрямую пишут, давай со скамем твою аудиторию, короче, жесть, что в крипте творится, издерживаю натиск, этих пидоров, ком, дельта, битиси, из-за бинанс пот, в минус идет несколько дней, оцена на месте, как ты там, как там ланги могут перевешивать, неясно, ну, ладно, лайк поставлю, да, смотреть не буду, красава, ухожу с, лд, блестяще, покажи, когда нефть была ниже нуля, господь, вы что, это, сколько в крипте, ну, реально, ну, и в крипте там было, как раз от ковида случился, параллельно крипте, там, почему это все случилось, это скорее всего, ну, рынки нефти и так далее, все повлияло друг на друга, WVTI, ну, я не знаю, сейчас на графиках, наверное, убрали, потому что там такое было, полное ГГ, никто не был к этому готов, WTI, USDT, графики просто было, уже не перерисовать, а что это я такое вбил, не то, WTI, блин, криптологи, так, этот, техасская нефть, техасская нефть, тут почему-то только 8 долларов, да, ну, было, было, и на наших фьючерсах, ну, там, конечно, на западе все всем возместили, это у нас там огромные долги, не давали продавать в большой минус, и заставили держать, скамели, это жесть, конечно, там, очень много, конечно, инвесторов полегло, только потому, что у нас, рынок такой, тяжелый, непродуманный, на западных биржах, там, конечно, все это было продумано, возмещено, при нулевом балансе, сделки не открывались, а у нас нормально, у нас, у нас, пихуй, давай, минус 0, минус миллион, минус 2 миллиона, минус 3, все отлично, на фьючерсах, блин, честно, я не могу сейчас, наверное, сказать, потому что, скорее всего, убрали этот баг, но, почитай, минус 37 долларов, я как сейчас запомнил, Трамп, конечно, идеально сделал, вот, при Трампе был, вот, как надо расправляться с режимами, которые там, что-то башку высовывают, я помню, все нефтяные диктаторы, в том числе, и маленький человек, большой страны, маленький президент большой страны, тоже, с серым лицом, сидели и не знали, что там делать, помню эти обращения, вот, как делает Трамп, он ничего не говорит, мы будем поставлять, не поставлять, он не юлит, он четверто и четко делает, он говорит, что, я очень уважаю моего российского друга президента, поэтому, на тебе нефть, минусовую, ну, что, арабы, ну, что, там, саудиты, ну, что, Венесуэла, ну, что, вы все, поникли-то, нефтяные диктаторы, нефтьевать некуда, а давайте вы нам еще заплатите за то, что вы нам сейчас нефть отгрузите, минус 37 долларов, а, съели щенки, вот так решаются, а это что, Байден, пердум, а, блин, это же Ютуб, тут нельзя такое, про этих демократов, демпартии США, они ничего не могут сделать, победить инфляцию не могут, разогнать фондовый рынок, как трампуха не могут, говорят, что будут развивать сейчас экономику, при этом, там, какие-то лютейшие налоги на корпоратов, а эти корпорации, которые привезли, привели за руку Байдена, и устроили переворот, сейчас, сейчас будут страдать от этих налогов, в мире война, там что-то голову Китая поднимает, все что-то начинают сейчас свои операции проводить, а Байден ничего не может сделать, он с невидимыми людьми встречается, он занят, ладно, что-то меня понесло, ребят, так, слил депозит, минус 90%, забросил все, и ищу нормальную работу, красавчик, полтора года нервов борьбы, хомяка с инвестором, хомяк победил, теперь приходится нажимать, не рекомендовать все, что связано с криптовалютой, ну, неплохо, осознание беды, первый шаг, к, 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 излечению, на самом деле, иногда важно понять, что, крипта не ваша, медвежий рынок, конечно, насильно, в этом помогает, рынок действительно не для всех, 90% всех, кого вы видите в чатах, да может даже больше, где-то, но я много раз говорил, через год, через два, вы не увидите, да я сам это замечаю, что многие, кто был активный на бычке, они перестают быть активными, это рынок, кстати, на крипте даже больше повезло, чем на фонде, на фонде вообще, ваши сделки внуки будут открывать, представляете, там кто-то Газпром ждал, сколько там, 9 или 10 лет, от Эха Газпрома, вот, а получил только сейчас, ну, то есть, как вам сказать, все-таки, это действительно не для всех, когда я только заходил в крипту, я многим там был биткоин-евангелистом, ребятишки, давайте в биткоины, друзьям предлагал, представляете, собрал двух друзей, знал, что у них есть бабки, говорю, давайте заинвестируем в биткоин, он там стоил, по-моему, 6 тысяч долларов, 6 300, я говорю, ребят, давайте купим битка, короче, я говорю, мы бы были, мы бы иксанули, хотя нет, мы не иксанули страшно, потому что, биткоин тогда, уполовинился, по-моему, на 4, на 3, 3 600 или 3 700, короче, не важно, он уполовинился, он 6 300 упал на 3 тысячи, немного побыл в этом диапазоне, и потом случился этот долгожданный отскок, вот, если мы просидели, как я им предлагал, там, два года, давайте 2-3 года просидим, мы бы, ну, они бы стали очень богатые, вот, у меня сейчас, я машину купил, а, пацаны, ну, там, где были, а, нет, даже один протрахал все бабки, просто реально протрахал, у него, короче, было несколько сотен тысяч рублевых, а второй копил на машину, короче, один протрахал, другой не купил машину, хотя, вот, я им не предлагал, не трейдить, ничего, я просто ему сказал, давайте купим, и, ну, там, держать будем, я вам там все могу, я уже знаю, как там, где лучше купить, что купить, как завести, вывести, ну, согласились, пацаны, вот, а спустя время я понял, что нехуй никому предлагать, да, никому я тебе сейчас не зову, давайте в крипту, потому что я знаю, что, 90% людей действительно не смогут находиться на рынке, потому что это высококонкурентно, вот, если вы там, я не знаю, чините сапоги, или там, ну, не знаю, что там можно делать, машины ремонтируете, перепродаете, во-первых, там все понятно, во-вторых, если вы, например, ну, какие-нибудь, ну, сапожники, например, да, ваши конкуренты, такие же сапожники в вашем районе, там, в соседнем районе, и вы, понятно, с кем конкурируете, на рынке здесь вы конкурируете с алгоритмическими трейдерами, всякими там, ботами, которые там тысячи раз, тысячи фаз этих проходили, там уже психология рынка, господи, за сотни, за сотни лет, все это уже изучено, обкатано, перекатано, и на больших, и на маленьких таймфреймах, и вы конкурируете с этими глыбами, просто вы маленький человечек, своим депозитиком маленьким, да, конкурируете с этими миллионами, миллиардами, которые могут там не пересиживать, которые могут и на маленьких таймфреймах ликвидностью баловаться, информацией, которые инсайдерской торговли, там, господи, вот, ну и опять же, не все могут, не все могут, как это сказать, психологически, рынок очень истощает, да, если долго сидеть, то есть, надо как скорпион, высиживать, ну, даже не скорпион, не знаю, как удав, высиживать, 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 обвивать, душить, да, то есть, засесть в какой-нибудь, ну, альт, не в том плане, что купить его, просто наблюдать, наблюдать, иногда год, иногда два, сейчас я за одним альтом наблюдаю, наверное, уже год, наверное, да, и до сих пор в него не зашел, до сих пор, ну, готовлюсь, ну, там даже не один альт, парочку есть, биток, то же самое, то есть, уже несколько месяцев, да, ну, с битком у меня были, чуть похуже проблемы, там я все-таки пытался лонговать от хая, альток был уже слишком дорогой, его не стал брать, видите, сложилось все хорошо, короче, это очень тяжелое, действительно, если вы понимаете, что не увозите, лучше сбежать с этого рынка, вовремя, потому что многим нужна динамика, многие не могут ждать, у многих семья, да, эти деньги, эти несколько тысяч долларов, там, или десятков тысяч долларов, иногда нужны, там, семью, или еще куда-то, и у вас нету, времени ждать, чтобы это все иксануть, а если тем более денег мало, там, из-за какой-то тысячи долларов, ты там прождешь, сколько лет, ну, смысл, то есть, тут очень много должно всего совпасть в одной точке, что-то у нас сегодня этот выпуск, говорительный, йоттут, окей, вот, кто-то, наверное, совет тебе сейчас даст, ну, а что ты хотел, это очень потный гранит, это тебе не фондовый рыночек, фондовый рыночек еще сложнее, я тебе скажу, там, таймфрейм растянут, тут на крипте хоть какая-то волатильность, хоть какая-то динамика, хоть какой-то интерес, фондовый рынок, конечно, намного тяжелее, иногда приходится, не совсем понял, что за грайнд, на фонде не сижу, после выкуртасов наших брокеров, да, это есть такая тема, вообще, у нас рынок зарождался, 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 в итоге выкидыш, это значит, что крипттрейдинг очень сложный род деятельности, который зарабатывает сильнейший в этой сфере, да я бы не сказал сильнейший, ты можешь быть, у тебя может, сильнейший что в плане капитала, не факт, что большой капитал тебе поможет, тут нельзя на 100% сказать, что тебе там принесет наибольшую прибыль, владение большим капиталом, или владение, владение железной психологией, или владение, прайс-экшеном, ценовым рынком, индикатором, никто не, тут нету, понимаешь, это идеальная конкуренция, тут нету А, Б, С, если бы знали, что вот, чисто на психологии, так скажем, принесет тебе максимальное количество денег, мы в это бы и упирались, как бы нету тут единого, понимаешь, это очень легко сказать, ну, раз, два, три, не знаю, вариант либо становиться сильнее, либо иметь талант, так и есть, в принципе, я не жляюсь, что придерживался четкого плана, иметь знание, отбросить эмоции, усмирить Фома, кстати, на самом деле, рынок, даже если, ну, не заработал, он очень хорошо, психологически помогает, считать какие-то ситуации, например, я сейчас, там, за какими-то новостями, и так далее, начал видеть вторую сторону медали, то есть, когда вот на Луне, например, Дон Квон, да, говорит о том, что сейчас мы будем спасать Луну, сейчас там я с кем-то поспорил на миллион долларов, что Луна будет делать еще много раз АТХ, сейчас мы, Джастина Сана, позовем, это надо читать совершенно наоборот, но некоторые новости нельзя читать наоборот, если новость пришла опосля, значит, скорее всего, будет добивочка, вот, ну, короче, и так, ну, хоть попробовал, если бы не лез, из фундаменталов щитки, может бы и не слил, ладно, на этой веселой ноте, мы закончим, ссылочки полезны в описании, пишите комментосики, и до новых встреч, пока-пока, да пребудет с вами прибыль!